Фракция КПРФ в Законодательном собрании Омской области открывает осеннюю сессию экскурсии на производственное объединение «Полёт» филиал Космического научно-производственного центра имени Хруничева. Депутаты ознакомились с деятельностью завода, увидели процесс сборки ракетоносителей семейства «Ангара» и лично убедились в планах Роскосмоса. Производственное объединение «Полёт» – одно из крупнейших промышленных предприятий России, которое более 75 лет специализируется на выпуске ракетно-космической техники. Эвакуированные в Омск в начале Великой Отечественной войны столичные заводы стали основой сегодняшнего полёта. Во время войны из цехов этого предприятия защищать родину вылетели 80 бомбардировщиков и более 3,5 тысяч истребителей. Самолёты Омского завода участвовали во всех крупных сражениях Второй мировой. Гордятся омичи и тем, что стали савторами первого гражданского реактивного лайнера Ту-104. А в 1957 году «Вектор» был направлен в сторону космоса. Полёт награждён правительственными наградами – Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Октябрьской Революции, Орденом Ленина. Омский полёт стал единственным заводом Советского Союза, на котором выпускались и ракеты-носители, и самолёты, и космические аппараты, и сверхмощные двигатели. С 2009 года на полёте началась реконструкция и техническое перевооружение для серийного изготовления ракеты-носителей «Ангара». Она пришла на смену «Протону». Лётные испытания «Ангары» начались пять лет назад. «Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей нового поколения на базе универсальных модулей, так называемых «УРМов». Из этих модулей можно собирать разные варианты ракеты. От лёгкой «Ангары-1.2» до тяжёлой «Ангары-А5». Депутатам от КПРФ продемонстрировали монтаж двигательной установки, участок пневмоиспытаний и новую контрольно-испытательную станцию. Обсудили стороны современного состояния отрасли и перспективы развития ракетно-космической сферы. Полёт был определён головным предприятием в изготовлении «Ангары». «Эта машина будет для нас в ближайшие годы ведущая, основная. И часть производства центра имени Хроничева переходит к нам. Не сразу, но переходит. И сейчас мощности, те, которые нам позволяют, мы практически их используем на полную». В течение ближайших лет здесь появятся новые цеха для сборки перспективных ракетоносителей семейства «Ангара». А потребность в специалистах увеличится в три раза, уверяет руководство. При этом директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин признаётся, что правительство США финансирует свою космическую отрасль в 20 раз, а Китай в 16 раз больше, чем Россия. Российская доля всех космических запусков в мире за последние 8 лет сократилась с 40% до 15%. И теперь этот показатель необходимо поднимать. «Я увидел перспективы. То есть увидел, что работающий коллектив, который решает очень сложные задачи, решает их достаточно успешно. Ну и тот разговор, который был с директором предприятия, с руководящим составом, с главным инженером, то есть те, кто нас сопровождал, то, что мы увидели, вселяет оптимизм, что действительно у полёта есть будущее». Мечтает на полёте и о новых высотах, высотах дальнего космоса. Впрочем, как далеко полетит «Ангара» и всё ли будет с ней в порядке, покажет время. Фракция КПРФ в Государственной Думе и в Заксобрании Омской области готова поддерживать кораблестроений и тех, кто на местах создаёт летательные аппараты, стремящиеся в другие миры. «Увиденное, конечно, впечатляет. Это, наверное, вот те мечты юношеские, когда каждый мальчишка мечтал прикоснуться к космосу, прикоснуться к звёздам, ко вселенной. Ну, а что касается сегодняшнего состояния предприятия, то перспектива есть. По крайней мере, со слов руководства холдинга и объединения нам сказали, что есть перспектива рабочих мест, есть перспектива заказов. Хочется пожелать и надеяться, что вот те мечты, те потребности, которые сейчас необходимы этому заводу, будут как минимум, наверное, на уровне Советского Союза». «Роскосмос» мечтает выйти за пределы Солнечной системы, но новая миссия полёта во многом будет зависеть от успешности всей отрасли в целом. Сейчас, по словам Рогозина, российская спутниковая группировка насчитывает ни много ни мало 156 аппаратов. Максим Кабаненко, Обком ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин